Всем привет! Сегодня покажу, как я готовлю венгерский гуляш. Ничего сложного нет, главное внимательно слушать и смотреть. Для начала на один час я замочил один килограмм лука, чтобы его просто было проще чистить. Для рецепта мне понадобится чеснок, цедра одного лимона, тмин, черный молотый перец и сладкая порошковая паприка. А также понадобится мясо говядина, у меня кусок из шеи, а также подойдет хорошо голень и грудинка. Очищаем лук и нарезаем его на небольшие кубики на овощерезке. У кого нет овощерезки, тот нарезает ножом. Вот таким вот способом. Мясо обсушиваю бумажным полотенцем, удаляю пленку и крупные жилы. Мясо нарезаю на кубики весом примерно 40-50 грамм. В прогретую кастрюлю добавляю растительное масло. Добавляю нарезанный лук и пассирую его в течение 10 минут, время от времени перемешивая его лопаткой, чтобы он не пригорел. В нарезанное мясо я добавляю черный молотый перец. Мясо присаливаю и тщательно перемешиваю. В пассированный лук добавляю сладкую паприку. Тщательно перемешиваю и добавляю немного красного вина. Даю вину выпариться. Пока вино выпаривается, я натираю помидоры на крупной терке. Предпочтение свежим помидорам я отдал бы все-таки помидорам очищенным консервированным. Но просто у меня свежие есть и их нужно использовать. Вес помидор составил 800 грамм. Следовательно, консервированных я бы взял 800 миллилитров или грамм. Вино уже выпарилось и я добавляю мясо к луку. Перемешиваю. И еще раз добавляю вина. Вина в общей сложности я взял 400 миллилитров. Дам потушить буквально 5 минут. И добавлю натертые помидоры. После того, как масса закипит, добавлю 3 лавровых листа. Добавлю 200 миллилитров воды. Если у вас есть бульон, то добавьте бульон. Пробую на соль. Если соли не хватает, то добавляю. И на это количество гуляша я добавлю 1 столовую ложку сахара. Накрою алюминиевой фольгой. Ну, потому что с крышкой у меня не поместится. И отправлю кастрюлю в духовку на 2,5 часа при температуре 160 градусов вверх-вниз. Если вы по каким-либо причинам не хотите готовить в духовке, то вы всегда можете приготовить гуляш на плите. При этом только нужно будет время от времени добавлять жидкость. По истечении 2,5 часов я опять отправляю кастрюлю на плиту. Удаляю фольгу. Пробую на вкус. И добавляю 1 чайную ложку тмина, который я предварительно измельчил. Этого делать не обязательно. И добавляю буквально еще 10 грамм копченой паприки. Для того, чтобы придать моему гуляшу густоты, я при помощи шумовки и погружного блендера измельчу лук. Но так, чтобы у меня мясо при этом не пропирировалось. Добавлю 2 столовые ложки бальзамического темного уксуса. Тщательно перемешаю. И добавлю еще один секретный ингредиент. Темное пиво. Но не в гуляш. А внутрь. Гуляш по истечении 3,5 часов у меня готов. У вас это может занять немного больше или немного меньше времени. Все зависит от мяса. И вот теперь я натираю 2 зубчика чеснока. В самом конце. Потому что иначе, если я чеснок добавлю раньше, то он просто-напросто выварится. Так же, как и тмин. Если я его вначале добавлю, то потом весь его аромат практически улетучится. Теперь добавляю цедру лимона. Лимон я предварительно хорошо обмыл. Кипятком и протер. И что лично я еще добавляю в самом конце, это немного майораны. Вы не поверите. Вот майоран в конце, как и чеснок, они прекрасно раскрываются и дают великолепный аромат. Все, мой гуляш готов. Если кому-то покажется, что у него гуляш немного жидковат, всегда можно развести в холодной воде кукурузного крахмала и загустить гуляш. Но лично мне такой густоты хватает, поэтому я этого делать не буду. А я перехожу на стол подачи. Вы наверняка меня спросите, а как же его есть? Типичный ответ повара будет ртом. Но я, конечно же, шучу, как всегда. Тут все зависит от вашей фантазии, как вы хотите. Хотите его есть, можно с пюре, с макаронными изделиями и даже с рисом. А вообще, лично я предпочитаю его есть просто с булочкой и больше ни с чем. Посмотрите, какая красота. Вот покажу вам, чтобы вы видели, что он приготовился великолепно. Мясо мягкое, нежное. Я не буду вам много рассказывать. Приготовьте такой гуляш сами, попробуйте его, и тогда вы поймете, о чем я вам рассказываю. Ну, а на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго, приятного аппетита и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok